Сергей, очень важные вопросы, болезненные для Украины. Россияне вывозили ведь детей в Россию из населенных пунктов, которые захватили после 24 февраля. На оздоровление они вывозили в основном. Ну так называли, да? Знаем мы это оздоровление. Что будет с этими детьми, если регион, где живет их семья, будет освобожден, пока они находились в плену фактически в Российской Федерации? Смотрите, если вывозят, то вывозят на территорию Российской Федерации. Соответственно, придется только через какие-то международные площадки пытаться возвращать эти... Мы не забыли сейчас, мы ведем эту работу? Конечно, нет, эта работа ведется. Это ведется работа совместно с Министерством реинтеграции. Буквально, регулярно идет общение между профильным замом моим и Министерством реинтеграции. И всю информацию, которую мы обладаем, мы передаем им. Но опять же, не факт, что она на 100% достоверная. Потому что мы же не можем провести аудит и понять, что там происходит на оккупированной территории. У нас вот последняя информация, которая у меня буквально позавчера появилась, это то, что оккупанты планируют сделать каникулы длительные и то же самое детей как бы вывозить в сторону России. Я не имею 100% подтверждения этой информации, но она имеет право на жизнь, потому что даже ремонтные работы в школах, которые были начаты 2-3-4 недели назад, остановлены. Ремонтные бригады выехали за пределы на Луганской области. И медицинский персонал, который приезжал из какой-то там Тюмени, там я не знаю откуда еще, ну то есть россияне, они тоже все выехали. Поэтому сколько они еще смогут под эгидой каникул вывести детей, мы, к сожалению, не знаем. Но тенденция опасна. Тенденция опасна, этот вопрос, который нельзя забывать, там, знаете, наслаждаясь успехами освобождения, мы всегда должны помнить об этом в первую очередь. Продолжение следует...